Роберт Донат В фильме использованы подлинные речи графа Четтэма и Уильяма Питта в британском парламенте. Также снимались Роберт Морли, Филлис Кальверт, Джон Миллс, режиссер Кэрол Рид, продюсер Эдвард Блэк. Роберт Морли В 1770 году, накануне Американской войны за независимость, Питт-старший, граф Четтэма, вернулся в Палату лордов. Миллорды, будь эта война справедлива и необходима, чтобы защитить права и честь нашей страны, я отдам последнюю рубашку, чтобы поддержать ее. Но война против британских колоний в Америке несправедлива в принципе, непрактична в средствах и разрушительна в последствиях. И я не пошевелю пальцем, и не дам ни фартинга. Ибо эта война против наших братьев и соотечественников в Америке, с кем у нас общий язык, общие законы, общие свободы, общая вера, все, что дорого и свято для человечества. Миллорды, хочу предупредить вас в тщетности ваших усилий. Вы не сможете завоевать Америку. Я американец, не меньше, чем англичанин. И пока мою страну оккупируют иностранные войска, я не опущу оружие. Никогда! 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 Уильям, сегодня твой день рождения. Выпьем вина вместе. Ты слышал мою речь сегодня? Да, сэр. Ты одобряешь ее? Вполне, сэр. Мне очень приятно, Уильям. Очень. Уильям, Как меня зовут? Граф Четтема, сэр. Нет, Уильям. Это лишь покров для моей старости. Меня зовут как тебя? Уильям Питт. Я завещаю это имя тебе. Ты мой второй сын. И пойдешь в палату общин, как я до тебя. Да, сэр. Было время. Я носил самый гордый титул, что только может быть. Мне дал его не король. Я не преклонял ради него колени перед принцем или папой. Это народ короновал меня, как Уильяма Питта, великого общинника. И для тебя не придумать лучшего титула. Мой сын. Грядут зловещие дни. Может прийти время, когда лишь прямой и честный человек спасет нас. Уильям. Да, сэр. Ты очень пьян? Да, сэр. В твоем возрасте бутылка другая портвейна должна быть нипочем. Меня опьянили ваши слова. Тебе пора спать. Спасибо, сэр. Спокойной ночи, сэр. И тебе, сынок. Уильям Питт. Сэр. Не ищи славы через войну. Нет, сэр. А у вас когда-нибудь был сын, миссис Перри? Нет, милорд. Тогда вы упустили величайшую радость и величайший риск в мире. Мы должны заботиться о нем. Когда-нибудь он нам понадобится. 15 августа. Имя ребенка, пожалуйста. Наполеон. Наполеон. Спасибо, сеньор Бонапарт. Граф Чэтэма умер. Война с Америкой проиграна. Правительства приходят и уходят. Слава Англии увядает. Упадок французского двора заразило британское общество. Это было время высоких манер и низких поступков. Пышных одежд и жалких лохмотьев. Аристократы наслаждались нежными винами. А бедные напивались джинам ценой в грош за пинту. Одних вешали за украденную овцу, другие процветали, воруя миллионы. Упадочные настроения в армии, флоте и в парламенте, где непопулярное коалиционное правительство лорда Норта и Чарльза Фокса, подобно страусу, прятало голову в песок времени, в то время как страна предается бессмысленным развлечениям. Мистер Уильям Питт. Что скажете об этом, мистер Питт? Словно щеки епископа. Видели хоть раз столь великолепный образец? Нет, Ваше Величество. Конечно, не видели. Что касается турнепса, я лучший фермер в Европе. Вот, посмотрите сами. Оцените вес. Понюхайте. Замечательный овощ, сэр. Правда же? Приготовьте его себе на ужин с бараниной. Большое спасибо, сэр. Скажите потом, как было, мистер Питт. Непременно, сэр. Вы так молоды, мистер Питт. Думаю, время это исправить, сэр. Да. Но вы будете самым молодым премьер-министром у меня. Благодарю за честь, сэр. Я с интересом следил за вашей карьерой. Мне надоело, что меня окружают жулики и глупцы. Так вы согласны? Не слышу. Да, сэр. Согласны? Хорошо. Вы сможете сформировать правительство? Да, сэр. Надеюсь, вы правы. Я верю в вас, мистер Питт. Несмотря на ваши возражения против моей войны с моими взбунтовавшимися американскими подданными. Точнее, моими бывшими американскими подданными. Я поступал, как считал должным, сэр. Да. И еще одно, мистер Питт. Вы новатор. Вы любите все менять. Надеюсь, при мне никаких новшеств не будет. Мы ограничимся лишь самым необходимым, сэр. Что ж, всего доброго. Всего доброго, сэр. Обсудим министерство утром? Да. Сэр. Продолжение следует... Похоже, здесь лишь мы двое. А что сыграем? Каре или пикет? Я не в карты играть пришел. Очень мудро, Уильям. А меня всю жизнь преследуют плохие карты и хорошие женщины. Не знаю, что из них утомительнее. Ты слышал? Король послал за своей сиреной. Да. Я не жалуюсь. Мне такое только на руках. Я отправляюсь в Нью-Маркет на двое суток. А потом... Потом... Когда Его Величество поймет, что никто не сможет сформировать правительство, он снова позовет этого нравственно помешанного лорда Норта. И это отвратное средоточие пороков мистера Фокса. Без нас ему не справиться. Чарльз, король послал за мной. Я сформирую правительство. Сейчас не время для шуток, Уильям. Я в жизни не был так серьезен, Чарльз. Только не говори это. Что? Вы слишком молоды, мистер Пит. Но, дорогой мой Билли, пример министр Англии в 24 года, вот почему я пришел к тебе, Чарльз. Мне нужна помощь. Палата общин прогнила от коррупции. Помоги мне прогнать этих ростовщиков. Навести порядок. Новая метла? Новая метла. И где твои последователи? У нас с лордом Нортом большая партия. Все тузы у нас. Чего бы нам сдаваться, лишь потому что у тебя король в рукаве. Мне не нужна твоя партия, Чарльз. Лишь ты сам. Вчерашние идеи мертвы, а сегодняшние умирают. Нужно применять идеи завтрашнего дня. Мы люди будущего. Вынужден тебя разочаровать, Уильям. Палату сможет изменить лишь большинство. А не тот, кого только что назначили. Недостаток молодости излечим. Это нужно 10 лет. А тебя засмеют в первый день. В парламенте не место зеленым юнцам. Поверь, страна предпочтет их седым старцам. Признаю, я не терял целый континент, как твой коллега Лорд Нор. И не проматывал состояние, которого у меня нет, как этот мистер Брукс. Но несмотря на эти недостатки, я могу и буду управлять. Уильям! Неужели ты правда ожидал моей поддержки? Сэр, эта страна никогда еще не падала так низко. Я считаю, вы единственной, кроме меня, кто мог бы восстановить ее. Сегодня перед нами, пожалуй, самая необычная ситуация в истории этой палаты. Его Величество воспользовался своей королевской прерогативой и верил дела нашей великой нации необычно амбициозному юноши, чья молодость является единственным оправданием его поспешности в принятии этого предложения. Я даже не знаю, что еще может ввергнуть... необычной, кроме меня, необычной, необычной, необычной... амбициозному юношу vibrанию необычной, и в этом месте К счастью, в палате понимают ситуацию, ибо у меня, должен признать, слов нет. Посему обращаюсь к парламенту с просьбой поднять вопрос о положении дел в стране. Тишина. Предложение, выдвинутое благородным джентльменам, я бы, говоря по совести, не посмел отклонять. Возможно, я жажду личной славы, но я определенно жажду величия и процветания Британии, и всегда буду жаждать, ибо лишь это приносит мне счастье и гордость. Выслушайте его. Надо заставить их прислушаться, но мы в меньшинстве. В парламенте – да, но в стране – не думаю. В чем дело, вознится? Похоже, у фургона перед нами сломалось колесо. Это он. Билли Пит, точно. В чем дело? Ты тут не нужен. Раз не понял намека, получай. Давайте ко мне, сэр. Но, пошли. Вперед! Одиннадцать часов ночи. Одиннадцать часов ночи. Академия бокса Джексона. Поможем? Раз, два. Спасибо, мистер Спасибо, так гораздо лучше Значит, вы двое занимаетесь боксом? Я Дэн Мендоза, Уайт Чеппил, экс-чемпион Англии А это Джексон, нынешний чемпион Если пожелаете вступить в мою академию, мистер Питт, буду рад научить вас благородному искусству бокса Я подумаю, похоже, я должен быть готов защищаться не только от представителей народа, но и от самого народа Вы и правда думаете, что случившееся там было затеяно народом? Там было много народу Один из них обронил вот это Едва ли он мог заработать Гинею честно То есть им за это заплатили? Вероятно, один из ваших оппонентов в политике Они вас боятся, но простой народ Лондона вам не враг, клянусь Нет? Ну, может, они сочли меня слишком молодым? Совсем нет А, Дэн? Тут как в боксе Молодой соперник всегда сильнее старого Прошу прощения, сэр Ты слышал, Уилбер Форс? Кажется, меня сейчас стошнит Вам поможет тоник После того, как меня встретили в парламенте, я решил, вся страна против меня Совсем нет, сэр, не теряйте надежду Поверьте, мистер Пит, вы практически фаворит этих скачек Зайдите в любой паб, мистер Пит, сами убедитесь Вы очень воодушевили меня, господа Скажите, а что вы думаете о положении дел в стране? У меня нет слов выразить это, сэр А вы, мистер Мендоза, все совсем не так, как было при вашем отце, сэр Нет, совершенно не так Нас презирают во всей Европе Наши корабли бессильны в проливе Нас считают третисортной державой Страна в банкротстве Это правда? Да, сэр К сожалению, каждое слово А если мне обратиться к народу, сделать упор на мир и реформы? Они поддержат меня Они уже поддерживают вас, сэр Обратитесь к ним, расскажите о своей борьбе Если вас не поддержат, то я тогда голландец Спасибо Мистер Джексон, пью за вас Мистер Питт, это вы, а не я, защитник Англии Мой бокал за вас Этот мальчишка перешел все границы Прямо перед пасхальными каникулами Сорвал все мои планы В чем дело? Питт обратился к стране Король распускает парламент и объявляет всеобщие выборы Университет Кембриджа за Питта Мир и реформы Фокса Вестминстер Запомните это имя Уильям Питт Голосуйте за Фокса Народного кандидата Голосуйте за меня Не пожалеете Ваша светлость Выпустите, я проголосую за вас Коалиция Фокса и Норта ожидает избрания Я за мир, обновления и реформы Интересы нации превыше всего Яйца для выборов Дешево Голосуйте за Фокса Ричард Уайт Голосую за Фокса Вам туда, налево Партия Фокса уступает позиции Имя Чарльз Джеймс Фокс Голосую за Чарльза Джеймса Фокса Питт отправит их в нокаут Партия Питта лидирует на выборах Вся страна словно сошла с ума У нас еще остался ящик портвейна Откройте его Неизвестно, когда они все разойдутся Военная Академия Отлично Наглядная демонстрация и верные выводы Зачет Подпишите свою работу, месье Наполеон Бонапарт Половина третьего утра Половина третьего утра Новая метла метет до чиста Новые налоги Новые обязанности Новые финансы Питт начал обновление флота В лесу отбирали древесину В Портсмоте, Плимоте, Роттерхайте и Четаме Стук молотков сливался со звоном цепей, поднимающих бревна Новые города возникали на севере Первые плоды промышленной революции Лицо Британии изменилось Ватт изобрел паровой двигатель Картрайт – ткацкий станок Треветик – локомотив Чарльз Фокс продолжал противиться любым новым расходам Питт был настойчив Его главной задачей была безопасность британских островов Был запущен один корабль Потом другой И еще Ручеек превратился в реку Река в поток И вот однажды, в августе Весь новый флот Британии был готов Георг, мы можем присесть Дорогая, это же бал смотрины Я должен все осмотреть Два года назад на флоте было нечего смотреть А где мистер Питт? Где мистер Питт? Слуга, найди Питта Его надо поздравить Я должна присесть Мой корсет слишком туг Так попроси адмирала ослабить Моряки знают толк в узлах Георг Не видели мистера Питта? Нет, сэр Ты слышал? Я думал, это важное событие Серьезно? Не пора ли уже тебе показаться? А это нужно Ты самый выгодный жених Что это? Уильям А, мистер Питт Его величество желает побеседовать Попробую уговорить его открыть бутылку с синей печатью Дорогой мистер Питт, где же вы прятались? Вы же знаете моих дочерей Они так расстроились, не увидев вас в четверг Мадам, мне пришлось выбирать между желанием мистера Уилберфорса покончить с рабством и вашим желанием покончить со скукой 75 тысяч, сэр 75 тысяч акров за два года? Потрясающе, Окленд Вы слышали, Питт? Окленд выбил для нас права на землю в Голландии Выйдет отличный посол туда Рад, что вы одобряете его назначение, сэр Конечно, я одобряю Пришлите мне отчет о возможностях навигации там И осторожнее с французами Думаю, скучать вам не придется, сэр Кстати, я видел, с кем вы разговаривали только что Опасная семейка Лучше избегайте их Думаю, вам стоит жениться только для защиты от них Думаю, я смогу защитить себя без столь крайних мер, сэр Глупости Пора вам кончать с холостяцкой жизнью Возьмите себе жену, мистер Питт И чью жену мне взять, сэр? Главное, пусть она будет добродушной Поменьше амбиций и не слишком умная Мистер Гиббон пришел, сэр Вы просили представить его Гиббон? Автор падения Римской империи Он подарил вам все 12 томов, сэр Правда? Ах, да, припоминаю Хорошо Подумайте над моими словами, мистер Питт Хорошо, сэр Пора думать о наследнике Мистер Гиббон, сэр Далеко еще до Лондона 50 миль, сэр Как же я устал вчера Уильям, я пришел к выводу Я невероятно скучный человек Слушал оппозицию? Нет, я не о политике В жизни есть и другие вещи Твой отец нашел время жениться Причем тут это? Нет, нет Сейчас у меня слишком много дел Дела никогда не кончатся? Да нет, нет Уже скоро Раньше, чем мы думаем Все наши мечты сбудутся Самое главное, это мир Он уже есть Мир А потом Как урожай, что они собирают там Будет и остальное Будет и остальное Ворота Бастилии пали К власти пришла свобода 20 миллионов человек Сбросили оковы рабства И в один голос потребовали свободы Доказав, что они главная сила в мире И лучшая сила Мы надеялись И до сих пор надеемся Что события во Франции Принесут ей свободу Но к власти пришли те Кого заботит все, кроме человечества И скоро может оказаться Что свобода для масс Окажется лишь средством достижения цели для избранных Госсекретарь Гренвилл? Франция объявила войну Австрии И захватила Бельгию Надо отозвать лорда Окленда из Гааги Возможно, придется выполнить наш договор с Голландией Месье де Тайлеран был у меня сегодня, сэр Он просит личной встречи с вами Скажите Месье де Тайлерану, я приму его в 9 Месье де Тайлеран Добрый вечер, месье де Тайлеран Добрый вечер, мистер Пит Надеюсь, переправа была приятной Пролив между нашими странами не так широк Надеюсь, это единственное, что разделяет нас, месье Если есть другой разрыв, уверен, мы наведем мосты Прошу вас Спасибо Слышали новости? Да, я весьма сожалею Франции навязали этот конфликт Мне казалось, войну объявила сама Франция Лишь в качестве защитной меры А в качестве чего ваша армия вторглась в Бельгию И захватила Савой Не желаете портвейна, месье де Тайлеран? Спасибо, мистер Пит Мы лишь взяли Бельгию под крыло Мы покинем ее, как только будет достигнута наша цель Благодарю Что касается Савоя Недва ли вам стоит волноваться А Голландия? Голландия? Как и вы, мы поклялись защищать эту страну от нападения Думаю, можно сказать, наше слово обязывает нас Мне кажется, сейчас обязательства идут со скидкой в 60% Мистер Пит Став военными союзниками, Британия и Франция смогут править всем миром Чему вы улыбаетесь? Мне на ум пришло одно ваше высказывание Правда? Какое? Вот это Провидение дало людям дар речи Чтобы они могли скрывать свои мысли Я так говорил? Я здесь не совсем официально, мистер Пит Тогда будем говорить неофициально? Конечно То есть без плутовства? Плутовство Обожаю это британское слово Продолжайте, мистер Пит Ваше предложение мирового господства Это лишь приманка А вот это слово я не люблю Лучше назовем это проверкой Проверкой нашего нейтралитета Как бы сказали более опытные дипломаты Чтобы узнать, к чему нейтрален ваш нейтралитет Понимаю Позвольте мне быть откровенным с вами Я уже отправил за нашим послом в Гааге, лордом Оклендом Правда? Когда он вернется, я проинструктирую его заявить, что в случае нападения на Голландию Британия немедленно придет ей на помощь Уверен, что независимость Голландии не будет нарушена Но уверены ли вы, что так же думают ваши хозяева в Париже? Как я могу это сказать? В Париже все постоянно меняется Вы замечали, что на скачках Ожики, как правило, бегут все вместе И лишь потом одна вырывается вперед С людьми так же Что будет, если во Франции появится такой человек? Появление такого человека, несомненно, огорчит меня Но я попытаюсь сблизиться с ним при первой же возможности Всего хорошего, мистер Пит И вам, месье де Толеран Не ищи славы через войну Наземные укрепления Наземные укрепления в полном порядке Хорошо, а что в Амстердаме? Люди Амстердама поддерживают наше правительство Хотя есть французы среди разных классов, кто распространяют слухи Простите, сэр, я попрошу слуг отправить их отсюда Нет, нет, Окленд Они напоминают нам, что наш долг сохранять мир Злой ветер, что принес вас домой Имеет свои плюсы Ваша дочь приехала с вами? Элеонор? Да, конечно Важно, чтобы голландцы были готовы к любым внезапным действиям Франции Согласен, сэр Что касается скрытой угрозы Амстердаму Разберемся с ней, когда придет время Прости, отец Я знаю, ты просил не беспокоить Добрый вечер, мистер Пит Добрый вечер Я про певцов, папа Они хотят выпить за твое здоровье Боюсь, им придется пить без меня, дорогая Глупости, Окленд Такие традиции нарушать нельзя К тому же мы почти закончили Хорошо С вашего позволения Вы должно быть рады быть дома, мисс Идден Так рады, что мне уже не хочется возвращаться в Гаагу Вы не можете отправить отца послом в Кент По крайней мере, пока в Голландии не зацветут тюльпаны Они не зацветут, если их растопчут солдаты Но все еще не так плохо Надеюсь, нет Ассистент вашего отца Его, кажется, зовут Смит Он добавил в свой репертуар новые языки Боюсь, больше не осталось языков Сожалею о трех его соперниках Не просто иметь такого отца Он может выбрать вам мужа Он бы и выбрал, но пока я занята, он не вмешивается Так что с весны до лета я должна быть влюблена в Джека С лета до осени в Эрнеста С осени до Рождества в Хобарта Вы не видели здесь детей? Элеонор, певцы уходят Хорошо, иду Это Хобарт? Да, его время почти вышло Вы нашли ему преемника? Еще нет Вы же останетесь на Рождество, мистер Пит О, да Но, увы, не до весны Привет, что это вы делаете? Мы играем Войнушку Там кто-нибудь есть? Я никого не вижу Точно? Уверен Нельзя, чтобы нас поймали Мы и так потеряли половину А что с ними стало? Кого-то убили Кого-то взяли в плен И вы должны спасти их? Да Тогда идем посмотрим, безопасно ли там Увидимся в пабе, мистер Сомерсет Держи его Мистер Пит Вовсе нет Я вражеский генерал, который уходит от погони И, похоже, безуспешно А что вы хотели в моем возрасте? Вы не забыли свой возраст? Я понял, что парламент состарил меня раньше времени Оставайтесь у нас на Рождество Теперь я готов хоть до весны Вот он Идите вниз по лестнице в конце коридора Увидимся позже, первая леди поместья Буду ждать первый лорд казначейства Вот он Держи его Сюда, сэр Я немедленно сообщу мистеру Питу Мистер Пит длину Уильям, вчера на рассвете Франция отправила свой флот. Их армия разместилась на границе Голландии. 90 из 113 кораблей в строю. Наш флот силен как никогда. Хорошо. Нужно немедленно собрать эскадру. Они думают, мы шутим. Неудивительно. Мистер Фокс помогает лягушатникам при каждом случае. Мистер Фокс смотрит на Францию через розовые очки. Надеюсь, мы убедим его снять их. Желаю вам успеха. Лично я увереннее чувствую себя в море. А мистер Фокс дома чувствует, как в море. Джентльмены, мы должны приложить все усилия для сохранения мира. И верить, что все еще возможно. Спасибо и всего хорошего. Мало свергнуть самого короля. Лишить его головы. Без всякого на то повода группа людей, называющая себя теперь правительством Франции, объявила войну его величеству. Перед лицом такой вероломной агрессии «Его величество полагается на верность и храбрость своего народа в ведении справедливой и необходимой войны». Мирный человек стал военным. От жарких дебатов в Конгрессе, где обсуждалась стратегия войны с генералами, в замок Уолмер, где принимались планы действия флота. Затем на Даунинг-стрит, где он руководил усилиями всей страны ради общей цели. Его усилия принесли плоды. Англия одерживала победы. Британские силы шли на Дюнкёрк. Французы попали в осаду в Тулоне. «Гражданин Бонапарт, полагаю, вы знаете, что происходит, но вас это не касается. Через несколько дней мы возьмём британскую крепость с силой. Мы уже готовим наши пушки. Могу я предложить генералу то, что может ускорить нашу победу?» «Что?» «Полагаю, наша артиллерия будет более эффективной, если её выдвинуть вперёд, чтобы их огонь мог достичь врага. Пока что он вне досягаемости». «Нас прогнал из Тулона какой-то корсиканский бандит, о котором никто не слышал. А теперь нас вышвырнула из Дюнкёрка шайка оборванцев. Слава Богу, есть флот. Да я бы сам мог вести войну лучше. Британская публика скоро будет взывать о победе. Великой и сочной победе. Под острым соусом. Дебаты дядюшки Уильяма их недолго устроят. Будь он проклят, этот Пит. Фокс был прав. С уходом Британии с континента радость победы сменилась горечью поражению. Армия Франции прошла через Нидерланды и Бельгию и захватила Италию. Три года войны подорвали его здоровье, но он неутомимо боролся с растущей волной народного мнения, проводя редкие минуты отдыха в доме лорда Окленда на пути с Даунинг-стрит в замок Уолмер. Тут всего один глоток. Я не переношу этот вкус. Может, Сомерсед принесет чем запить? Ты слишком много работаешь. Слишком много? Я сижу здесь с тобой, в этом чудесном саду. Первый раз за несколько месяцев. Пять недель и два дня, если точно. Ты спешишь в Уолмер, там ты заработаешься до смерти. Вот, пей, как хороший мальчик, ради меня. Это причина лучше, чем дал доктор. Слышали что-нибудь, мистер Сомерсед? Не имею привычки подслушивать, миссис Карр. С каких это пор? По долгу службы мне приходится многое слышать, хочу я того или нет. Итак, мистер Сомерсед, что вы слышали, не желая слушать? Ничего. По крайней мере, ничего важного. Я слышал, случайно, замечание мистера Пита, что эффект будет катастрофическим. Эффект чего? Что итальянцы на нашей стороне, наверное? Чего именно, я не расслышал. Спросите меня, Билли тут не место, как идет война. Он лишь по пути заехал. Он имеет право отдохнуть немного. Он столько работает на Даунинг-стрит, пытаясь исправить то, что наворотили наши генералы. Он заслужил побыть пару часов со своей подругой. Запряжем пони. Поедем к башне. Уильям, когда ты приедешь нормально отдохнуть? В мечтах. Когда закончится война. Она отнимает много времени. Война делает людей жестокими. Нужны жестокие меры, пока не одержим победу. Я не могу быть мягким. А в мирное время возможно все? Да. Прошу прощения, сэр. Мне пора. Прошу прощения. Прошу прощения. Прошу прощения. Мистер Пит, смотрите. Привет, Джонни. Я провожу вас до дороги. Девушки отдыхают Вам нельзя быть под таким дождем. Ко мне никто не заходил. Мистер Гренвилл, с юношей по имени Мелвилл. Вы насквозь промокли. Ваши сапоги сухие, мастер Билли? Нет, хлюпают. Хлюпают? Да. Гренвилл? Мне в жизни не было так сухо. Я знаю про Лафор. Привет, Гренвилл. Что ты тут делаешь так поздно? Я привез молодого человека по имени Мелвилл. Он говорит невероятные вещи. А чем он занимается? Он близок к умеренным кругам французского правительства. Поговори с ним сам. Сэр, вы из Америки? Да, сэр. Я был в Париже три дня назад. Прибыл в Лондон сегодня. Мистер Гренвилл сказал, вы близки к умеренным кругам французского правительства. Лис Массер, месье Телерран просил передать вам кое-что. Месье Телерран еще у власти? Пусть не у себя в кабинете, но пока месье Телерран в Париже, он у власти. И что это за сообщение? Он просил передать вам, надеюсь, я не перепутал, что мой визит, как и его, неофициален, но без плутовства. И что месье Телерран и господа во французском правительстве хотят достичь этим визитом, мистер Мелвилл? Мира, мистер Питт. Мира? Франция в банкротстве. Народ хочет мира. И пусть в это трудно поверить, думаю, я могу устроить мир на приемлемых условиях. Вы, мистер Мелвилл? Да, сэр. Если мы проиграем эту войну, это будет наказание Господня. Наказание за разврат и преступления, что творились в этой стране последние сто лет. А когда кончится война, Ваша честь? Спроси это у Пита. Все зависит от него. Питт ведет переговоры о мире с Францией. Питт ведет переговоры о мире с Францией. Пора бы уже ей закончиться. Налоги взлетают, как воздушные шары. Жизнь теряет смысл. Как думаешь, откуда этот корабль? Наверное, это Барк из Гааги. Когда мы сможем сесть на корабль, пересечь пролив и побывать в Париже, Брюсселе, Риме, Венеции? Возможно, совсем скоро. У меня очень большие надежды. Их обсуждают прямо сейчас. В какой-нибудь душной комнате, где мухи бьются о стекло. Уверена, результат был бы гораздо лучше, если вести такие переговоры на свежем воздухе. Лучше всего при Луне. При Луне не говорится. Это попросит только француз. Я так долго мечтала об этом, что не смею поверить. Я тоже мечтал. И не только о мире. Скажи мне. Если рассказать мечту, она не сбудется. В мирное время все мечты сбываются. Мистер Билли. Мистер Билли. Мистер Мелвилл пришел. Мелвилл? Но я его не ждал. Я подожду здесь. Смит, пригласи мистера Дандеса. Он у лорда Окленда. Он уже там, мистер Билли. Хорошо. Приходил садовник. И что? Он уже третий раз приходит. Заплати ему, Смит. Это большая сумма. Позже, Смит, позже. Говорите, как есть, мистер Мелвилл. Не пытайтесь приукрасить. Если кратко, господа, они опередили нас. Кто? Военные. Они отправили генерала Ажеров в Париж. Он прогнал умеренных и распустил парламент. Это еще не все. Из Парижа сообщают, что Австрия капитулировала. И подписала мир с генералом Бонапартом Блюневилле. Но может это только слух? Нет. Военные не отправились бы в Париж, не имея полной свободы. Когда у власти военные, как Бонапарт и Ажеро, мир невозможен. Да. Военные не захватывают власть, чтобы установить мир. Теперь мы одни. Господа, уходите немедленно. Я всегда знал, что этим кончится. Плохие новости, да? Переговоры о мире сорвались. Переговоры о мире сорвались. Билли, можно тебя на минутку? Да, конечно. Мне придется выступить против тебя сегодня. Почему? У меня нет другого выхода. Я все еще надеюсь, что мир возможен, и что за него стоит бороться. Когда во Франции правят военные, кто бы не правил. Ясно. Значит, ты поддержишь Чарли Фокса. Я должен. Ладно, раз ты убежден, не буду настаивать. Ты понимаешь, Билли? Да. Понимаю. Но даже худой мир лучше доброй войны. Пусть ангел вострубит в уши страждущих, что это их общий интерес. И их моральный долг, чтобы настал мир. Пусть министр выразит одним предложением цель и предмет этой войны. И почему он до сих пор настаивает, чтобы мы поддерживали ее своими деньгами и своей кровью. Французы устали от войны не меньше нас. Во Франции новая власть. И я говорю вам, давайте выступим с разумными предложениями. И переговоры принесут больше, чем самое яростное сопротивление. Ибо если эта война будет продолжаться, один Бог ведает, каковы будут ее последствия. Верно? Верно? Сей джентльмен просит меня выразить одним предложением цель этой войны. Не знаю, смогу ли я выразить ее одним предложением, Но я могу одним словом. Безопасность. Безопасность перед лицом угрозы. Величайшие угрозы в истории всего мира. Безопасность перед лицом угрозы, равных которой еще не было. Угрозы, нависшей над всеми странами мира. Теперь мы столкнулись с ней в одиночку. Но мы встретим ее бесстрашно, готовые победить или умереть согласно законам, свободам и вере нашей страны. Уильям, мы и раньше решали наше разногласие. Попробуем снова? Почему бы нет? Хочу, чтобы ты знал, что я уважаю твои убеждения. Хоть ты и голосовал против меня. Ты не прав, Уильям. Я не был уверен. Я воздержался. Но подумайте, где вы находитесь. Вы не можете. Ладно, прошу со мной. Эванс, что здесь происходит? Ничего, мистер Пит. В чем дело, Эванс? Это судебные приставы, сэр. Пришли взыскать долг. Приставы? Взыскать долг? Да, сэр. Вас обвиняют в личных долгах на довольно большую сумму. Но это какая-то ошибка. Уверяю, сэр, никакой ошибки нет. Эванс уладит вопрос, сэр. Спасибо. Вы тоже пройдите, мистер Смит. Что все это значит? Бог знает. Мистер Смит. Как это могло случиться? Боюсь, мистер Пит накопил много долгов. Да, Смит упоминал об этом пару раз. Позволишь? Прошу. Простите, сэр. Герцог Ричмонд и милорды Спенсер и Гренвилл хотят срочно видеть вас. Пригласи их. Уильям. Все хуже, чем я думал. Ты глубоко в долгах. Одних счетов хватит на целое состояние. Ты много давал взаймы своему брату и кузенам, и они ничего не вернули. Все очень серьезно. Насколько серьезно? Больше 30 тысяч. Больше 30? Как это могло случиться? Похоже, я был занят другими делами. Ознакомьтесь. Всего хорошего, Смит. И тебе, няня. Генерал Ажеро объявил сегодня, что свержение умеренного правительства было осуществлено им по указке генерала Бонапарта, назначенного теперь Верховным Главнокомандующим французских армий. Таким образом, Наполеон Бонапарт принимает на себя полную военную и гражданскую власть над всей французской империей. Ты был прав. Кто мог подумать? Ему и 2.30. Цезарь и Александр были не старше. Но он выскочка. Все завоеватели выскочки. А Бонапарт завоевал весь континент. Но вы уверены, что он не расколет Францию, мистер Пит? Страну раскалывает не победа, Спенсер, а лишь поражение. Бонапарт объединит Францию, как никто другой. Люди нашей страны жаждут мира. Нужно показать им правду. Гренвилл, немедленно собери кабинет министров. Сегодня уже поздно. Боже мой, как мы можем убедить людей в чем-то, если сами не верим в это? Время полумер и равнодушное участие прошло. Отныне мы воюем с нацией вооруженных фанатиков. Возглавляемой сверхфанатиком. Мы все должны думать и действовать едино. Мы должны отложить в сторону все свои личные дела. Отказаться от отдыха, от семьи, даже от сна ради этого общего дела. Знаете, Бонапарт не постоит за ценой. Он пойдет по трупам миллионов, чтобы добиться своего. Мы должны сломить его. Или он сломит нас. Это все, джентльмены. А как же твои дела? Сейчас не до них. Они касаются лишь меня. Но, Уильям, ты должен думать о своем счастье. Мы должны думать о будущем всей страны. Не делай ничего такого, о чем потом пожалеешь. Мистер Пит, все в порядке? В полном. Не трогай, Смит. До утра наверняка прилетит еще. О, Боже мой. Бога ради. Идите спать. Идите. Смит. Мне нужно написать очень важное письмо. Прошу доставить. Прошу доставить его незамедлительно. Я позову, как закончу. Ради твоего блага, как и для моего, вынужден сказать, что нахожу обстоятельства непреодолимыми. Поверь, мне нелегко пожертвовать своими лучшими надеждами. Того, кому повезет заключить союз с тобой, ждет больше счастья, чем отводится обычно человеку. Пожертвовать. Но зачем, отец? Зачем? Лишь он может ответить на это дитя. Сегодня он поедет в Уолмер. Может, заглянет к нам? Мой дорогой Уилберфорс, отправь это личным посыльным. Позволь принести тебе и другим моим верным друзьям искренней благодарности за то, как вы развеяли мои волнения, уладив мои личные долги. Субтитры создавал DimaTorzok или мы обманываем себя. Баркер, я велел не останавливаться. Простите, сэр, не подумал. На чем я остановился, Смит? Или мы обманываем себя? Бонапарт отправил корабли в Тулон просто наугад. Он решил ввести нас в заблуждение. Лучше переждать. Нельзя выиграть войну, ничего не делая. Давайте совершать поступки, а не ждать их. Мы следили за главными воротами Бонапарта, а он ускользнул через калитку. Надеется поразить нас за линией нашей обороны, если мы поддадимся. Но мы не поддадимся. А что мы еще можем сделать? Перейти в нападение. Отправим наш флот к этой калитке. Но тогда мы будем открыты к нападению дома. Наполеон надеется, что мы так подумаем. Но мы его не порадуем. Он думает, мы никогда не осмелимся отправить эскадру в Средиземное море. Поэтому его внимание повернуто туда. К Мальте, Сицилии, Египту и Индии. Джентльмены, когда на кону стоит так много, время ли оставаться дома? Я с тобой. Довольно мы сидели без дела. Это страшный риск. Мой дорогой Эддингтон, когда мы научимся рисковать как Бонапарт, мне будет спокойнее. Но мы не имеем влияния в Средиземном море. Отважный лидер обеспечит его нам. Все наши лучшие офицеры заняты. Тот, кого мы выберем, должен иметь одну цель. Перехватить и уничтожить врага. Он должен уметь принимать великие решения, а приняв их, выполнить. Ибо иначе... Да, но где нам найти такого? Джентльмены. Вот объявления на предстоящую неделю. Перед тем, как прочитать их, меня попросили зачитать вот это. Присутствующий здесь морской офицер желает поблагодарить Господа за полную поправку после серьезного ранения и за неспосланное ему благословление. Восемь часов каждого утра мы будем праздновать Святое Причастие. Нельсон, мистер Пит? Контр-адмирал Нельсон? Вы серьезно? Почему бы нет? Но его возраст. Меня больше интересуют его заслуги. Но сэр Уильям Паркер и сэр Джон Ор тоже имеют заслуги. И они старше. Нельсону не хватает боевого опыта. Зато у него есть большие перспективы. Ему просто повезло. Зачастую его методы весьма нетрадиционны. Верно. Победив у святого Иосифа и святого Винсента, он не следовал принятой тактике. Этим он и симпатичен мне. Это все, господа. Значит, вы назначаете Нельсона? Я уже назначил его. Он отправится на авангарде с первым попутным ветром. Сэру Джону и сэру Уильяму это не понравится. Надеюсь, мы это переживем. Они набросятся на Нельсона, как свора собак, если он проиграет французам. И на меня, милорд. Сэр Горацио Нельсон. Авангард. Четыре часа. Утро ясное. Четыре часа. Утро ясное. Нет, это не первый лорд Адмиралтейства. Это лишь я. Проходите, мистер Беллами. Положите на стол. Идем же. Идем. Мистер Билли, вы не можете это бросить? Няня, я никогда не брошу телячий пирог. Спроси мистера Беллами. Мои пироги для мистера Питта все равно, что лягушки для месье Бонапарта. Всего хорошего. И вам, Беллами. Няня, не пригласишь сюда мистера Смита? Через минуту. Так-то лучше. Умирев от голода, вы не победите в войне. Первый лорд. Бонапарт покинул Тулон. Нельсон упустил его. Это точно? Бонапарт ушел с большой армией и частью флота. Куда? Мы не знаем. Как это случилось? Ураган разогнал нашу эскадру и повредил авангард. Французы не применули воспользоваться этим. А Нельсон? Он починил корабль и отправился на поиски. Придется прочесать все Средиземное море. Думаете, мы были не правы? Мы были не правы? Нет. Я тоже не думаю. Вам лучше ложиться спать. Сейчас мы уже ничего не сделаем. Хоть раз, последуйте своему совету сами. Всего хорошего. И вам. Мистер Пит уже встал? Даже не притронулся. Нет. Он отправился спать в половине четвертого. Я решила, пусть поспит. Лучше и вы не будите его. Я просто посмотрю. Мистер Пит. Миссис Перри. Ну же. Что это? Что это? Теперь появились механизмы, способные выполнять работу за людей. Но детали машины можно заменить. Вы никогда не были сильным. Моя жизнь в опасности? В эти дни все наши жизни в опасности. Ну же. Скажите правду. Я могу лишь сказать свое мнение. Мы, доктора, не так свободно обращаемся с правдой, как вы, политики. Мы слишком уважаем ее. Давайте. Скажите. Если возьмете себя в руки, а главное, избавите себя от всякой ответственности, то будете в порядке. Эй. А если нет? Тогда совсем скоро я потеряю хорошего друга. О. Понятно. Выпьем портвейна. Никакого портвейна, Билли. Никакого портвейна. Все так серьезно? Ну, я тебя предупредил. Уолтер. Уолтер. Пусть это будет нашей тайной. Смит. Сэр. Есть новости? Забудь, что сказал тебе Уолтер. В чем дело? Бонапарт высадился в Египте. От Нельсона новостей нет. Я не вижу премьер-министра на своем привычном месте. Возможно, он счел, что осторожность лучше, чем доблесть. Бонапарт уже в Египте. Бонапарт уже в Египте. И без сомнения отправится теперь в Индию. Как это случилось? Автора этого поражения сейчас нет с нами. Хотя он лично настаивал на назначении относительно мелкого офицера, вопреки более мудрым предложениям комитета лордов. И этому офицеру он вверил силы, в любом случае неподходящие для этой задачи. Удивительно ли теперь, что Бонапарт смог перехитрить этого офицера? Я приношу извинения. И поздравляю премьер-министра с тем, что он все же решил, что доблесть лучше, чем осторожность. Я провел в оппозиции почти 14 лет. Я 40 раз тщетно предлагал заключить мир. Снова и снова говорил я себе, «Все так плохо, что хуже уже не будет». И каждый раз я ошибался. Но теперь я открыто говорю вам, что с этим правительством и с этим премьер-министром нам подвластно любое дно. «Верно, верно! 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 Мистер Пит! Сэр, я только что получил эту новость. Контр-адмирал, сэр Горацио Нельсон, командующий Средиземноморской эскадры, сообщает, что французский флот был замечен в заливе Абу-Кир в устье Нила. «Первого августа мы вступили в бой с противником в половине шестого вечера. Битва продолжалась, как стемнело. В безчетверти десять флагман противника, Ориент, взорвался и затонул. К рассвету противник был решительно разгромлен. По последней информации, лишь двум кораблям удалось уйти». «Ура! Ура!» «Ура! Ура! Ура!» «Ура! Ура!» «Ура! Ура!» Спасибо. Смит, я пойду спать. Спокойной ночи. Смит, я хочу поспать не меньше двух дней. Спокойной ночи. Что это? Это моя дорогая жизнь. После фиаско на востоке Наполеон вновь вернулся в Европу. И снова утомленные войной армии отступали перед мощью Бонапарда. Лишь британцы оставались невредимы на своем неприступном острове. Но и они были утомлены войной. Бонапарт, первый консул Французской республики. Его Величеству, королю Великобритании и Ирландии. Париж, Рождество 1799. Ваше Величество, неужели война, что бушует в Европе уже пять лет, будет бесконечной? Неужели нет возможности прийти к пониманию, что такое Тейлеран? Жаль, что я не разделяю вашей уверенности в этом предложении, месье. Если оно расколет британское общество, его цель будет достигнута. А мистер Пит, если три четверти страны требуют мира, он уйдет в отставку. Они требовали и раньше, но он остался. На этот раз он отступит перед бурей. Но как вы знаете, что будет буря? У них летом бывает снег, и люди столь же непредсказуемы. Вы судите обо всем, как француз Тейлеран. А британцы глупы. Они лишены логики. Их возглавляют второсортные политики. Будь он генералом, он бы понял, что уже разбит. А так придется сражаться его же оружием. Оставив выбор оружия ему? В военной науке Тейлеран есть вещь поважнее оружия, поважнее людей. Время. И краткий мир даст мне это время. Я смогу построить флот, который разобьет его в море, а потом и на суше. Неужели две самые могучие нации на Земле должны жертвовать ради тщеславных амбиций, благостным миром? В курсе ли премьер-министр, что его величество получил весьма искреннее предложение мира от первого консула Франции? И если да, посоветует ли он его величеству принять его? Ответ на первую часть вопроса – да. На вторую – нет. Считает ли премьер-министр оправданным отвергать предложение наиболее выдающейся персоны во всей Французской Республике? Да. И почему премьер-министр уверен в неискренности предложения Бонапарта о мире? Вопрос не в том, хочет ли он мира, а зачем он его хочет. Позвольте заявить о моем очередном предложении мира. В 44-м, если не ошибаюсь. Опять начал демагогию. Но сейчас самое время обсудить этот вопрос. Верно, верно. Как ваша подагра сегодня. Я убежден, что в данном вопросе представляю общественное мнение. А общественное мнение хочет мира немедленно. И рано или поздно общественное мнение вынудит вас подписать его. Проблема с мистером Питом. Он так долго пробыл на войне, что забыл, что такое мир. Он решил, это личная схватка между ним и Бонни. Но французы хотят мира не меньше нас. Если боксер покинул ринг и долго не тренировался, вернувшись, он уже не будет прежним. Бонни тренировки не забросит. Не думаю. 65 кило. Англия хочет мира. Мы хотим мира. Или заключи мир с Наполеоном. Или уступи место тому, кто его заключит. Если он так убежден, ничто не переубедит его. Но мы не знаем о его причинах. Его явно не так поймут. Привет, Эд. Привет, Уильям. Я предложил королю новую политику. Безуспешно. Это как пытаться процедить кашу через одеяло. Если ты уйдешь, твое место займет Эдингтон. Не дай бог. Мне не остается ничего другого. Тебя неправильно поймут. Премьер-министр служит обществу. А мне не доверяет ни общество, ни король. Кроме того, теперь я могу сказать вам это, если вы еще не знали. Я болен. А Британия не должен править больной человек. Но, Уильям, еще не поздно. Поздно. Я только что от короля. Я подал прошение об отставке. Он принял его. Карета готова, сэр. Да, я слышал. Миссис Перри ушла? Да. Завтра ваш замок будет готов. Хорошо. Вот, возьми их. А это принесли вам. Смит, я не смогу достойно отблагодарить тебя. Я глубоко, глубоко признателен. Я вижу столько знакомых лиц. Вас я знаю. И вас. И своего слугу. Привет, Харгривз. А вот вы кто такой? Агастас Понтификс, сэр. И что вы делаете? Я выполняю личные требования мистера Харгривза, сэр. А вы? Миллисон Грей, сэр. И в чем ваша работа? Обслуживать мистера Понтификса, сэр. Повезло мистеру Понтификсу. А вы кто? Я Бассет, сэр. Полагаю, вы уже давно здесь, Бассет? Я помню вашего отца, сэр. Я тоже. И чем вы занимаетесь, Бассет? Я на побегушках, сэр. О, нет, Бассет. На побегушках в этом доме я. Прощайте. Спасибо, сэр. Хочу поблагодарить всех за помощь в то долгое время, что я провел здесь. Спасибо вам большое. Всем вам. Прощайте. Прощайте. Чудесный денек. Лорд и леди Окленд имеют честь пригласить вас на свадьбу своей дочери Элеонор и лорда Хобарта в церкви Святого Мартина в среду, 23 апреля, в полдень. Доброе утро, мистер Эддингтон. Доброе утро. Это все? Еще кое-что, месье. Что такое? Британия подписала мирный договор этим утром. Хорошо. Что же ты сразу мне не показал? Потому что иначе вы бы не смогли больше работать. Хорошенький способ отпраздновать мир. Чему больше, чем на войне. Ваше лекарство, мистер Билли. Пейте. Ну же, не вредничайте. Няня. 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 Выпей со мной вина. Нет, мистер Билли, я не люблю вино. Тем более так поздно. Давай. До дна. За вечный мир. Ну ладно. Если такое возможно. За вечный мир. Кто-то говорит, не все так просто. Так, мистер Билли? Могло быть и хуже. Надеюсь, от него будет польза. Там корабль идет в море. Весь в огнях. Почтовый пакетбот. Первый в мирное время. Когда мы сможем сесть на корабль и пересечь пролив? В мирное время все мечты сбываются. Правительство его величества, по-прежнему считая своим главным принципом безопасность страны, теперь видит возможность существенного сокращения наших расходов на флот и армию. Кто знает. Может, не так далеко время спокойствия и счастливой гармонии во всей Европе. Быть может, скоро Британия и Франция перекуют свои мечи на Орала и вновь вернутся к мирному земледелию. Теперь, когда во Франции утихли военные марши, быть может, лидеры Европы, свободные от военных забот, смогут задуматься о благе своих народов, а солдаты Европы вернутся в свои города, деревни, на поля и воссоединятся со своими женами и детьми в простых радостях мирной жизни. Такую картину я представляю себе сегодня. Я старался жить в мире с Англией, но мое терпение не бесконечно. Британцы устали от мира. Вы их посол, вы должны знать. Милорд, у меня есть сейчас армия в 480 тысяч солдат. Я готов ко всему. Готов, если придется пойти в поход на ваш остров. Говорю вам, это не блеф. Если Англия хочет войны, ее она и получит. Считаю нужным уведомить парламент, что поведение французского правительства вынудило его величество отозвать своего посла из Парижа, а посол французской республики покинул Лондон. Сегодня мы чествуем нашего великого лидера Бонапарта. Когда ваш флаг поднимется над берегами Темзы, Британцы восславят вас, как великого освободителя английской нации. И уверяю благородных парламентариев, что у нас нет причин для тревоги и волнения. Доволен ли министр состоянием нашей обороны? Способна ли она выдержать вторжение? Правда ли, что наше побережье открыто для нападения? Думаю, это преувеличение. Должен заявить, что правительство уделяет серьезное внимание укреплению нашей обороны. Я не понимаю, министр хочет победить Бонапарта серьезным вниманием? Уверяю вас, мы уже приняли энергичные меры. А министр не думал принять еще более энергичные меры, попросив совета у мистера Питта? Но уже поздно. Розы ни на что не годятся. Страна еще в полусне, и разбудить ее не поздно. Они должны услышать твой голос, Уильям. Они слушали его 17 лет, Гренвилл. И почти всегда прислушивались. В Вестминстере ищут капитана, пережившего бурю. Джордж Кеннингс очинил песню. Она прижилась. Вчера ее пели в Мерчант Тейлорс Холл. И как ее там приняли? Аплодисментами. Все, кто там были. Что посадить тут на следующий год? Уильям. Страна в смертельной опасности вторжения. Эддингтон спрятал голову в песок. И боится вытащить ее. Нужно призвать народ к оружию. И сделать это можешь лишь ты. Ты выступишь, Билли? Ну что, доктор? Ты сам прекрасно знаешь, Билли. Я уже говорил тебе. Никакой ответственности. Никакой политики. Не торопись, Билли. Не торопись. Мало просто признать, что Бонапарт безумен и заплатит за свое безумное поведение. Важно, чтобы мы не заплатили первыми. Мы должны бороться за судьбу не только нашей страны, а всего цивилизованного мира. Нужно лишь зажечь искру духа этой страны и придать ей нужное направление. И она пойдет из города в город, из деревни в деревню. И скоро все королевство охватит неугасимое пламя. Наш священный долг помочь странам, попавшим в железное ярмо тирании. И показать, чего может добиться свободный народ. Ради блага Европы. Ради блага всего мира. Ради человечества, я говорю, дух Бонапарта и принципы, что так дорог ему, должны быть уничтожены. Пусть торжествуют другие принципы. Уильям Питт. Ты должен вернуться. Я готов работать у тебя на любой должности, какой ты сочтешь нужным. Как бы это помогло нам в прошлом, Чарльз? Это поможет нам в будущем. Питт и Фокс вместе, на одной стороне. Мне стоило прийти сюда лишь ради этих слов. Король пришлет за тобой. Ты же согласишься? Хорошо. Они не сидят, сложа руки. Палатки растут, как грибы. Его Величество готовится к ванне сейчас, но все равно примет вас. Мистер Питт и мистер Дандес, сэр. Рад, что вам чужды формальности. А я как раз собрался совершить небольшую морскую прогулку, по совету моего врача. Армии Бонапарта собрались на побережье, особенно у Булоне и Кале. Корабли стоят во всех портах, от Остенда до Лорьяна. Сейчас я выйду к вам. Где мой халат? Нельзя терять время. Стране грозит вторжение. Итак, мистер Питт, нужно сделать все возможные шаги, сэр. Делайте все, что нужно. Что вы предлагаете? Вооружить все население Британии. Призвать добровольцев на защиту каждого города и каждой деревни. Прекрасная идея. Каждый будет защищать свой дом. Именно, сэр. Но на это нужны деньги. Нужен каждый пенс, что мы найдем. Каждый гражданин должен дать, сколько сможет. Я вижу в ваших глазах вопрос. Не отрицаю. Сколько? 20 тысяч. 20 будет мало. Возьмите 50. Ваше Величество очень щедрый. Приказ уже написан. Приступайте немедленно, мистер Питт. Пусть только этот Бонапарт начнет высадку. Я сам возглавлю свой народ и прогоню его. Прилив, ваше Величество. Вы слышали? Прилив. Нельзя упускать его. Мистер Питт, доверяю вам зажечь дух нашей страны. И рад видеть вас снова в деле. Мистер Питт, доверяю вам зажечь духу. Продолжение следует... ...пальцы больного человека старались удержать все нити британской обороны. Огонь его жизни начал мерцать. Но он продолжал борьбу с отчаянной энергией того, у кого слишком много дел, но слишком мало времени на них. Среди ночи его будил посыльный от первого лорда. С бутылочкой сердечной микстуры в кармане он направлялся в парламент до 3-4 часов ночи. А на следующий день принимал до 30 человек одного за другим. И бокал за бокалом вина. Лошади ждали его на готове с 2-х часов до заката. Такой образ жизни мог убить любого. Как только адмирал Вильнёв разгромит британский флот, берег будет открыт. Мои корабли выступят из Булоня, пересекут пролив и доставят 120 тысяч моих солдат в Англию. Они разместят императорского орла на лондонском Тауре. Булоня прислал еще солдат. Подать сигнал. Подать сигнал. В адмиралтейство, Черенкросс. Активность врага растет. Большие силы прибыли в Кале. Без сомнения, Наполеон хочет объединить французский флот с испанским в Кадизе и начать вторжение. Если вы разобьете их, побережье будет безопасным для целого поколения. Милорд, страна уже в великом долгу перед вами. Мы сделаем все, что в наших силах. Позвольте проводить вас до кареты. Порт Смут в Адмиралтейство, Лондон. Корабль адмирала Нельсона «Виктория» отправился в море утром. Дайте мне власть над проливом на 6 часов. И я все улажу. Враг виден, милорд. 10 миль на восток, идет на юг. Сигнальте готовиться к бою. Да, милорд. Пусть Господь Всемогущий дарует нам победу над ними и позволит добиться мира. Интересно, будут ли новости сегодня? Я бы предпочел прочесть их в газете, а не сидеть и ждать. Ваш ужин, мистер Билли, пока не пошли спать. А это что? Овсянка. По-твоему, это ужин? Если вы сможете это съесть, будет лучше. А вот лекарство. Выпейте сначала. За здоровье. Знаешь, Уильям, у меня в жизни была одна надежда. Дожить до победы. Пью за это. Вся Англия ждала новостей. Наконец, показался фрегат из Плимута. Стрельба продолжалась до четырех вечера. Получив новости о победе, адмирал Нельсон скончался от ран. Старик Бонни. Это второй приступ за четыре дня? Да. Ему нельзя принимать посетителей. Отмените все его встречи. Он надеялся пойти на ужин в Гиллхоле сегодня. Исключено. Он не просто болен. Как мне еще сказать? Вы знаете, последствия не хуже меня. АПЛОДИСМЕНТЫ «Классamous»! Че. 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 КОНЕЦ Сегодня мы чествуем того, чьи храбрость и дальновидность спасли нас и весь цивилизованный мир. Мистер Уильям Питт Лорд-мэр, лорды, дамы и господа, я благодарю вас за оказанные почести. Но Европа не может спасти один человек. Англия спасла себя сама. И надеюсь, она спасет Европу своим примером. АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ Конец. Перевод Алексея Яковлова. 2017 год.